Всероссийскую акцию «100 баллов для победы» проводят по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Мероприятие уже стало традиционным, его организуют десятый год подряд. Выпускникам школ рассказывают, как снять эмоциональное напряжение и преодолеть психологический барьер перед экзаменами. Мероприятие проводят опытные психологи и педагоги, а также ребята, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ в прошлом году. Пришли поддержать выпускников и представителей администрации муниципалитета. Очень важный вопрос перед тем, как вы ставите определенную цель для ее достижения. Очень простой вопрос, на который вы должны отвечать. Это вопрос «Зачем?». Для чего вам итоговые тестации и для чего вам конкретное количество баллов по определенным предметам? У каждого из вас есть возможность пересдать один экзамен. Это два дня, 4 июля и 5 июля. Это возможность, получив результат, написать заявление на повторную сдачу. На лекцию пригласили учеников из разных школ округа. 11-классник Виктор Петров из школы совхоза имени Ленина готовится сдавать литературу, русский язык, математику и общество знания. Для себя он отметил пользу этой акции. Надеюсь узнать о опыте людей, которые сдавали, особенно сдавали на очень высокие баллы. И также мне на самом деле интересно будет послушать из первых уст, как проходила сама сдача. К чему готовиться, чего опасаться, к чему подготовиться чуть получше и получить опыт из чужих уст. Для того, чтобы успешно сдать ЕГЭ, только лекций недостаточно. Усиленная подготовка начинается в 10-м классе и дрится до самого начала экзаменов. Мы разрабатываем индивидуальные маршруты для каждого ребенка. У нас есть графики консультации, у нас есть графики пробных работ. Бывает, да, учителя, репетиторы как-то запугивают, но в то же время они и мотивируют, они и помогают, они подсказывают, что, где, как, что нужно сделать, что нужно выучить. То есть поддержка ощущается, и из-за этого чувствуешь себя спокойнее. Акция «100 баллов для победы» в комплексе с практическими занятиями дает хороший результат на выпускных экзаменах. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.